Пусть и это видео не будет таким информативным, как предыдущие мои работы, но в перерывах между экскурсиями мне хотелось и вам, дорогие мои друзья, уделить немного времени. Именно так появляются мои последние видео. В Риме уже в конце октября начали готовиться к рождественским праздникам, и поэтому настроение уже праздничное. И в эти предпраздничные дни хочется дарить еще больше тепла и радости. На главных площадях Рима уже установили рождественские елки. Я их еще не раз вам покажу. Тех, кто планирует поездку в Рим на рождественские праздники, хочу предупредить, что погода в это время непредсказуемая. А то у меня часто спрашивают, какая погода в Риме, да какая погода в Риме. Утром может быть холодно и ветрено, а во второй половине дня солнышко так может пригреть, что хоть раздевайся. Так что будьте готовы ко всему. Захватите с собой не только зонтики, но и солнечные очки. Ой, вы знаете, дорогие друзья, когда рождественские и новогодние праздники, про погоду вообще можно забыть. Самое главное, чтобы рядом были близкие и дорогие для вас люди, которые согрели бы вас своим теплом. Это видео я загружу на канал в конце ноября, но уже сейчас хочется рассказать о предстоящих праздниках. Наши праздники в семье начинаются в 10-х числах декабря. Мой муж и его два брата родились в декабре, и поэтому перед Рождеством мы отмечаем целых три дня рождения, а потом плавно переходим отмечать рождественские праздники. Мы будем праздновать Рождество в ночь с 24-го на 25-е декабря в большом семейном кругу за большим столом. Впрочем, как и всегда, у нас же большая семья. Ой, я вспомнила, и 26-го декабря у нас в семье день рождения уже четвертая. Так что мы в декабре большой компанией от одного стола переходим к другому. Наверное, точнее сказать, перекатываемся. Накануне Рождества, 24-го декабря, все магазины и музеи в Риме закрываются раньше. А 25-го и 26-го декабря – это праздники, и официально они являются выходными днями в Италии. Поэтому многие магазины, рестораны и музеи будут закрыты. Если вы все-таки планируете поездку в Рим в эти дни, то будьте готовы, что все будет закрыто. Но не переживайте. Тогда в это время можно просто погулять по вечному городу и любоваться музеем под открытым небом. Ведь именно так мы часто называем наш Рим. Рождественские праздники у итальянцев принято отмечать дома и быть в кругу семьи и близких. Ну а в ночь, стоит с 1 декабря на 1 января, можно уже погулять с друзьями, полюбоваться любимым городом, подняться на великолепные смотровые площадки и выпить шампанское. Дорогие друзья, не судите строго это видео. Я его снимала каждый день в перерывах между экскурсиями, чтобы хоть как-то показать вам, как готовится Рим к праздникам. Понимаю, что и этот телефон надо сменить, потому что он давно меня уже не устраивает с цветопередачи. Но мне очень хочется, чтобы эти предпраздничные дни остались в памяти не только моей, но и вашей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот, показала вам немного Рима, такого разного. Сейчас выпью чашку горячего чая, немного отдохну и завтра опять пойду влюблять гостей в этот удивительный город Рим. Всем добра, любви и благополучия. Ваш путеводитель по Риму Тати Рома. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok